Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, в канун пятой недели по Пятидесятнице, то есть Пятого воскресенья после праздника Святой Троицы, мы хотели бы поговорить о евангельском отрывке, положенном на сей день. И опять мы обращаемся к вам словами митрополита Антония Сурожского. Сегодня речь пойдет об исцелении десяти бесноватых. Митрополит Антоний так обращался к своей пастве после этого евангельского чтения. Сегодняшнее евангельское чтение часто вызывает недоумение, что все это значит, почему все это так сложно и что обозначают различные события этого рассказа, который граничит с притчей. Потому что кроме его непосредственного значения, как спасительного случая в жизни двух несчастных людей, он имеет еще отражение в сознании других людей именно через че свойства и черты, которые и вызывают недоумение. Два человека представлены здесь, два человека с помраченным умом, два человека обезумевшего сердца, загнанные в свою собственную тьму, ушедшие от людей жить в гробах, в пещерах погребальных, в область такую же темную, как потухшие их сердца, в область мертвости, где жизни нет, где нет радости, где нет любви. Два человека, вырывающиеся из этой области только для того, чтобы принести страх и боль проходящим мимо. И вокруг их население, которое отозвалось на их внутреннюю трагедию и страшность их жизни отвержением. Старались сначала их схватить, исковать в цепи, но они оказались сильнее цепей. И тогда им дали уйти в эту область одиночества, оставленности, гробовой тишины и тьмы. И вот мимо них проходит Христос. И эти люди, встречая Его, ставят Ему вопрос, который как будто оправдывает всю человеческую ненависть, все человеческое отчуждение, которое излилось на них. Они встречают Христа, говорят, что нам и тебе, что между тобой и нами общего, «Зачем ты пришел нас мучить до времени?» И слышавшие это могли по своей справедливости на это ответить. «Вот, видишь, Господи, это люди, которые в тебе признают Господой Бога и отрицают, что между тобой и ними есть что-либо общее. Люди, которые от тебя самого отрекаются, как Бога. Разве мы не правы были изгнать, исключить их, стать им чужими? Разве они не чужды всякому, кто не отрекается от Бога?» А дальше обнаружилось нечто другое. Не в сегодняшнем чтении, но в другом месте Евангелия нам приводятся слова Спасителя. Он не спутал человека с содержащим его злом. Он сумел не только божественной благодатью своим, зрением Божьим увидеть то, но опытностью и любовью человеческой. Он сумел различить человека-жертву от человека-ненавистника-дьявола, который овладел им. Он задает вопрос. «Кое ти имя? Как имя твоему полчищу темному, помрачающему полку смерти, который сделал этих людей как будто заживо мертвыми для вечной жизни и, во всяком случае, для жизневременной?» И бесы отвечают «Легион!» И молят его не возвращать их в страшную бездну, а дать им еще время. И Христос по их просьбе посылает их в свиное стадо. Это первое, что нас приводит в недоумение. Почему Христос не заковал их в бездне? Почему Он склонился к их просьбе? Потому что, исполняя эту их просьбу, Он знал, что откроют людям нечто вокруг, которые будут способны что-то понять. Свиньи для еврейского народа значили скверну. Евреи не прикасались к ним. Они их не пасли. И вот, посылая бесов в стадо свиное, Христос воочию показал, какой области принадлежит бес, какой области принадлежит зло, к области того, что скверно, к чему нельзя прикоснуться, и что надо держать вдали от себя не человека, а скверну. А второе, что случилось, также ясно показывает людям воочию, что бывает, когда охватит человека зло. Это стадо с крутизны поверглось в море. Море в Ветхом Завете и в Новом Завете, так ясно это видно в рассказе об Ионе, это бездна. Это та глубина, из которой нет возврата. Это погибель. И погибель безвозвратная. Люди, которые были вокруг, все это могли видеть, могли понять, что эти два человека, которых они отвергли и прокляли, и удалили от себя, потому что они были бесами в их глазах, на самом деле были жертвами зла, несчастными, которых надо было любовью и божественной силой освободить. Они воочию видели, какой области принадлежит зло, и куда это зло ведет, безвозвратную погибель бездну. И что мы видим в этом рассказе? И в другом, который дополняет его? Мы видим, что люди из всех сел пришли и удивлялись, как это бесноватые сидят тихие, с умом просветленным, с озаренным сердцем, с новой жизнью перед ними, как земной, так и небесной, у ног Христа, из благодарности за спасение и освобождение, готовые последовать за Ним, куда бы Он ни пошел. И испугались люди. Испугались, как так часто, и раньше, и теперь, люди пугаются Бога. Если Он останется посреди нас, что будет? Погибнет все наше имущество. Вторгнется в нашу жизнь новый закон Божий, который не оставляет стоять ничто земное в скверном, темном, жестоком порядке нашей земли, каким мы его создаем. А спасение этих двух людей почти не заметили перед лицом того, какой ценой для них эти люди спаслись, и обернулись ко Христу, и стали Его просить, чтобы Он ушел из их пределов. Как нередко бывает, что в человеческом обществе, в семье, в любой обстановке нам невыносим этот Божественный закон, который прозревает зло и не ненавидит человека, освобождает пленного от его уз и любит несчастного до последней жертвы. Вдумаемся в этот случай жизни Христовой, который, словно притчи, раскрывает нам одну глубину за другой. И не только постараемся понять мыслью, но поймем сердцем, поймем жизнью, и тогда, может быть, не сегодня, а когда-нибудь позже, мы не скажем вошедшему в чью-то жизнь, а через него и в нашу Христу отойди, мне страшно. Аминь. С вами была программа «Мир православия». Ее ведущий протодиакон Андрей Килин. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова